Друзья мои, всем привет! С вами, как всегда, Флойд, и сегодня у нас новая встреча с девушкой с сайта знаком. Родные мои, сегодня у меня встреча с довольно-таки привлекательной ЧСВшницей, которая обожает деньги, обожает богатых мужчин с недвижимостью и автомобилями. И сегодня мы посмотрим, какое же будет ее разочарование, когда она узнает, что остался всего косарик на нашу встречу. В общем, давайте, ребят, присаживайтесь поудобнее, нажмите прямо сейчас на лайк и подпишитесь на канал, если вы еще не подписаны. Это лучшая поддержка и лучшая мотивация для меня. Приятного просмотра, буду звонить девушке. Привет. 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 Присаживайся. А ты чего? Монером тебя не учили? Каким? Ну, дверь, например, открыть девушке. А, дверь открыть? Да, что-то я так смотрю, думал, ты сядешь. А что, ты прям куришь в машине, типа, это как-то не особо приветствуется у меня. А что, нельзя? Ну, типа, нет, не очень выходил. А что, я курю? Ну, как-то у меня в машине не курят, пристегнись, хотя бы. Я привыкла, везде курят. Ага, везде курят, но в машине же это как бы, ну. Ну, не знаю, я всегда везде курю в машине. Везде везде курят? Ага, я понял. И у парней незнакомых тоже куришь, да? Ну, это электронка, ничего страшного. Ну, это как бы не совсем электронка, это же... Не, Айкс это электронка. Угу. То есть ты, короче... Ну, тебя смущает запах или что? Ну, вообще, как бы можно этот... не курить, на самом деле. Ты вообще мне никто, чтобы запрещать. Хочу, курю. Не, ну, машина-то моя, как бы, есть правило не курить в машине. Ну, мы встретились на встречу, пообщаться, познакомиться, как бы, ну, можно как-то воздержаться, знаешь, от курения. Дело не просто в машине... Мне по кайфу, я куру. Ну, хорошо. Ладно, покури тогда уже, что? Спасибо. Слушай, ну, расскажи вообще о себе, чем ты занимаешься, там, какая-то работа, возможно, у тебя? Ну, сейчас собираюсь открыть свое дело. Свой бизнес? Да, есть одна задумка у меня. А финансы есть, как бы, на бизнес? А сейчас думаю об этом, собираюсь открывать в ближайшее время. Угу. Думаешь о чем? О финансовой части, да. Ну, а как, деньги есть, типа, на бизнес или как вообще? Нет, сейчас вот как раз в процессе, ищу инвестора. А, ищешь инвестора? Да. Я понял, слушай, ну, тоже приятно. Бизнес-проект прикольный. Угу, угу. То есть ты, короче, хочешь быть бизнес-вумен, да? Да. Ну, сейчас пока так активной работы какой-то у тебя там нет, да? Ну, пока нет. Я понял, то есть ты так на чиле на расслабоне, да, пока что? Угу. Слушай, ну, приятно. А на сайте вообще давно сидишь? Да, давно. Давно? Ну, так общаешься, периодически знакомишься, да? Да, периодически знакомлюсь. Слушай, а как ты вообще хочешь в идеале провести наш сегодняшний вечер? Ну, слушай, вообще я считаю, что первая встреча вообще не может обойтись никак без подарка. Ага, без подарка. То есть, ну... Хочешь мне подарить что-то? Хочешь мне подарить что-то? Нет, мужчина, девушка обычно дарит подарки. А, что ты ведь что-то подарил? Ага, понял, понял. То есть на первой встрече я считаю, что подарок обязательно, может быть... А, ты что-то придумаешь, я могу тебе подсказать, намекнуть, что я хочу, например... Ну, давай, подскажи, подскажи. Я просто с девушками давно не встречался. Хочу сумочку новую. Угу. Ну, где-то в ТЦ здесь, да? Где-то по центру еще. Да, да. Какая цена вопроса вообще сумочки? Ну, в районе трехсот-четырех долларов. Трехсот-четырех? Четырехсот долларов. Ага. В районе, примерно. Ну, это так. Я понял. Плюс-минус. Трисот долларов. То есть это... То есть по сумочку... Обычная сумочка. Я понял. То есть, как бы сумочку новую тебе на зиму. Вот. А потом, как бы, что дальше? Куда? Куда-то где-то выпить в каком-то заведении? В кино может сходить или как вообще? Слушай, можно куда-нибудь заехать, перекусить. Ага. Ты голодная вообще? Да, слушай, с утра ничего не ела. А что вообще предпочитаешь? Там какую кухню? Там азиатскую? Морепродукты. А, морепродукты? Морепродукты. Мидии, там, в общем... Я устрицы люблю. Креветки вот эти вот, там, какие-нибудь. Устрицы, да, я понял. Устрицы, да, обожаю. С вином шампанским или так, с соком, с чаем, не знаю. С белым вином, конечно. Ага, с белым вином. Слушай, ну, хороший вкус у тебя. Всегда, когда ты встречаешься с мужчинами, да, то они как бы так ухаживают, дарят тебе подарок, потом вы куда-то ходите, да, получается, или как? Да, конечно, всегда. То есть первое свидание, это, ну, как минимум ресторан, определенный подарок, там, ну, цветы про них я вообще не говорю. То есть это просто... Ну, а если нет, то что, может быть вторая встреча потом? Нет, второй встречи явно не будет. Бывало такое, что попадается какой-то нищеброд, да, как бы не может тебе ничего купить, подарить? Нет, конечно, я не понимаю. Поукаживать за девушку? Ну, я сразу вижу по первой встрече, хуй с хук, кто передо мной рядом, и если вот этого ничего нет, ну, просто там, даже 15-20 минут я дальше разговаривать даже не буду. Потом пишут, ты уже не отвечаешь там, да? Нет, конечно, блокирую. Я понял. Сурово, суровые у тебя методы, конечно. Ну, вот так вот. Получается, так, по моим подсчетам, где-то вот 30 тысяч на сумочку, и где-то 1010 посидеть там, устрицей с вином, да? То есть где-то 1040 на сегодня, да, нужно планировать тогда мне, чтобы мы так прям хорошо провели время. Ну, конечно, если ты не хочешь вечер, потом в одиночестве провести свой остаток. Я понял. Не, ну, конечно, хотелось бы, знаешь, какое-то продолжение там, банкета, так скажем. В общем, надо постараться, да, тогда? Ну, конечно, конечно, а ты как думал? Не, ну, я не знаю, просто, видишь, с девушкой расстался, давно не общался с девушками, как-то немножко и подзабыл вообще уже. Слушай, а ты говорил, у тебя бизнес там есть какой-то, можешь рассказать, что за бизнес у тебя? Слушай, ну, сейчас я занимаюсь музыкальным бизнесом, вот, в сфере творчества. У меня, получается, я продюсирую восходящих звезд. У меня, можно сказать, есть музыкальная группа, вот два артиста у меня есть, и вот я их продюсирую, понимаешь? И они скоро стрельнут, они уже приносят какие-то деньги, вот, хорошие. Но скоро они прям точно стрельнут. У нас, конечно, есть немного трудностей в коллективе, там, ну, знаешь, там, звезды, они любят алкоголь, там, вот, как бы, все такое. И поэтому, как бы, есть проблемы немножко. Но, тем не менее, я думаю, что скоро все будет хорошо, и, я думаю, заработки будем собирать уже стадионы прям. Я думаю, что все нормально будет. Знаешь, я тебе вообще хочу кое в чем признаться, только ты не сильно там описуть. Ну, я просто, как бы, знаешь, трудности немножко в бизнесе случились. У меня на нашу встречу сегодня тысяча пятьдесят рублей. Пятьдесят тысяч рублей? Нет, одна тысяча пятьдесят рублей. Тысяча рублей и пятьдесят рублей. Блядь, ты что, прикалываешься? Нет, почему? Тысяча пятьдесят рублей? Ну, у меня на встречу есть, просто сказала, там, сумочка, ресторан где-то тысяч сорок пятьдесят, там, чтобы, как бы, вечер одному не проводить. Вот, у меня есть тысяча пятьдесят. А что ты вообще меня тогда пригласил? Ну, трудности. Я время сейчас свое трачу, еду тут с тобой, вообще непонятно куда. Я вообще сейчас могла вообще какими-то своими делами заниматься. Нет, ну так вместе, вместе же веселей. Ну, блин, ты что? У меня просто, я реинвестировал в бизнес, понимаешь? Пиздец. Я же тебе говорю, я продюсер. Подожди, ты не слушаешь меня, я продюсер. У меня есть два, получается, товарища, я их перевез там, понимаешь? Какой продюсер? Анзор и Вовка, два популярных музыканта в будущем. Они в метро, получается, на гитаре играют, песни поют. Им дают деньги люди, они проходят по вагонам. Но один нажрался, Анзор и гитару потерял, понимаешь? Я реинвестировал, гитару ему сегодня купил. А ты что, серьезно? Ну, чтобы он играл. Так они зарабатывают в день где-то по 1000 рублей. 500 рублей я забираю. То есть, 1000 в день я зарабатываю чистыми. То есть, у меня доход там в лучшие 30-35, это даже бывает 40 тысяч в месяц. То есть, сейчас у тебя 1000 всего с собой? Нет, 1050 у меня. Да, извини. 50. 1050. Да. То есть, как бы, мы можем, я не знаю. Что ты собрался с ними делать? Не, ну, может в какой-то кафурик заехать? Да, все, сейчас засунет 1000 в день. Не, подожди, ну, в кафурик можем заехать, там, она не знаю. Чебуречная есть, типа, какая-то. Ты вообще нормальный? Там чебуреки, там свиноговяжьи, вот здесь по 150 рублей есть. Слушай, вообще неинтересно. Не, ну, может, я где-то смогу нам найти денег тогда, я не знаю. Ну, ты не расстраиваешься. Только время свою трачу. Ты свиноговяжьи чебуреки не любишь вообще? Ох. Так, перекусить чисто, пока аппетит сбить. Так, вези меня домой, ничего не знаю. Куда я вообще приперлась, блядь, с тобой? Куда ты, блядь, с 1000 рублей? Чего мне? Ты еще 50. Ты еще 50, блядь, пиздец. Я хочу домой, вези меня домой. На чем я все нужно, мне время с тобой тратить? У меня на бензине... Это жесть какая-то, пиздец. Ну, могу тебе до следующего метро подкинуть, у меня просто бензина не так много. На метро ездишь? Нет, конечно, какое метро? Такси тогда хотя бы не вызывай, если у тебя бензина нет. Ну, мне на эконом, на эконом не два хватит, типа. Давай ты сама вызовешь, я тебя потом закину, когда мои дети раскрутятся. Ты же видел, с кем ты общаешься, кого ты приглашаешь на свидание. Давай ты за меня заплатишь, там просто... В смысле, я за тебя? Ну, Анзор точно стрельнет. Нет, ты что, вообще, блядь, прикалываешься. Насчет Вовки не уверен, но Анзор точно стрельнет. Блядь. Да я тебе говорю, скоро пройдут продажи, там. Пиздец. Нет, реально, скоро концерты будут собирать, там, наравне с Киркоровым. Я реально в него верю, он хорошо поет. Просто Вовке... Такси вызывай мне, ничего не знаю. Вовке пару раз пизды дали в метро за то, что пел, а Анзору ни разу, типа. Это уже показывать талант. Да не... Так еще раз, чтобы я, блядь, ничего не взяла. У тебя, блядь, тысяча рублей. Ну, творческий кризис, блядь. Мы даже не можем никуда сходить, не поездить, не подарок, ничего. Хочешь в KFC зайдем-то, у меня... Нахуй мне твой KFC. Ты что, блядь, вообще, что ли? Ты курицу любишь? Пиздец. Я тебе сказала, я... Острая или оригинальная? Ой, все, короче. Давай, вызывай такси, и я поехала домой. Что, тебе здесь удобно будет выйти? Да в смысле здесь выходить? Как понять, здесь выходить? Какое-то поле ты мне принес? Ну, через поле, это метро. Ты что, вообще, что ли? Какое метро? Я не езжу на метро. Красную ветку. Ну, не знаю, просто проедешь... Пиздец. Домой. Ну, куда я не пойду? В смысле, выходи? Какое-то поле, ты что, вообще, что ли, охуел? Ладно, ладно, слушай, я на самом деле хочу кое-что опять сказать. Я пошутил на самом деле. В смысле ты пошутил? В хера себе у тебя шутать. Все нормально, деньги есть. Вот сейчас я тебе покажу свой криптокошелек, подожди. Сейчас VPN выключу. Сейчас я тебе покажу. Вот, смотри. Вот, видишь, есть. Вот, это все счет. Вот, сколько на счету денег лежит. Вот, видишь, они меняются циферки. Это как бы есть деньги сейчас. Это реально твои деньги? Ну, да, вот мой кошелек. Видишь, правда, минус большой. Но вот сейчас то, что на балансе сейчас есть. Мы реально можем с тобой в ресторан пойти? Да, конечно, можем. Просто я как бы решил тебя проверить. Вдруг ты реально сейчас с нищебродом бы пошла. Такой был, знаешь, эксперимент. Ну, типа, вдруг ты реально согласишься и с нищебродом пойдешь куда-то. Я проверил, короче, знаешь ли ты себе цену, вот, на самом-то деле. И все-таки знаешь, да, знаешь. Так что можем поехать купить тебе сумочку. Потом, в принципе, покушать где-то вкусно. И потом уже как бы продолжить вечер приятный там с дорогим вином. Ну, в принципе, можно. Ну что, у тебя настроение получше стало? Ну да, получше. Слушай, давай тогда этот, вот на один вопросик ответь, только честно. Какой вопрос? И вот мы с тобой сразу едем в этот. Просто интересно узнать. Вот что ты можешь дать, кроме своей дырки? Ты что, блядь, охуел, что ли? Не, ну что ты можешь дать, кроме своей дырки за эти деньги? Какая нахуй дырка? Моя дырка, блядь. Ты увидела просто 20 тысяч долларов на счету, у тебя сразу настроение поменялось. Где нахуй? Не, ну а что? Просто ответь на вопрос честно и все. Ясненько. Друзья мои, ну что, вот такой вот трэш у нас получился. Вот такая вот сумасшедшая ЧСВшница, которая ожидала увидеть богатого парня. И когда она все-таки его увидела, она реально изменилась в лице. В общем, все, что вы думаете, ребят, обязательно пишите в комментарии под это видео. Если вам понравился данный ролик, вы хотите меня поддержать, то лучшая поддержка это, конечно же, ваш лайк и подписка на канал, если вы еще не подписаны. Многие люди смотрят мои ролики без подписки, поэтому, ребят, не болейтесь, нажимайте кнопку подписаться. Равновным образом, среди новых подписчиков я раскидываю по тысячу рублей, поэтому обязательно подписывайтесь. Друзья, сейчас я хочу сделать рекламу одному человеку, благодаря которому уже месяц имею дополнительный профит. Теперь кэш приносит не только YouTube. Смотрите вот это видео, кликайте на него прямо сейчас, там все подробно рассказано, поэтому не упускайте, возможно.